Музыка После обработки свыше 99% протоколов предварительные результаты показывают, что во второй тур президентских выборов выходят кандидат партии «Действия и солидарность» Майя Санду и Александр Стоиногла, которого выдвинула партия социалистов. Согласно представленной ЦИК статистики, за Майю Санду проголосовали свыше 640 тысяч граждан, или более 40% от общего числа избирателей, участвовавших в выборах. Занявший второе место Александр Стоиногла набрал более 400 тысяч голосов, или около 26%. На третьем месте кандидат от политформирования «Наша партия» Ренат Усатый. У него порядка 14% от общего числа граждан, пришедших к избирательным урнам. Его поддержали более 200 тысяч человек. За независимого кандидата Ирину Влах проголосовали свыше 80 тысяч избирателей, что составляет 5% от общего числа. Порядка 70 тысяч молдаван высказались в пользу независимого кандидата Виктории Фуртуны. У нее более 4% голосов. Других кандидатов Василия Тарлева, Ионы Кику, Октавиана Цику, Андрея Анастасия, Наталью Марарь и Тудора Ульяновского поддержали менее 4% избирателей, участвовавших в голосовании. Представленные ЦИК предварительные данные также показывают, что в северных районах страны граждане проголосовали против Майсанду. Там наибольшую поддержку получил Александр Стоиногло. Кандидат от ПСРМ победил в 11 районах. Бричанском, Окницком, Единицком, Дандюшанском, Рыжканском, Дрокиевском, Сорокском, Гладянском, Флорешском, Дубосарском и Тараклийском. Большинство голосов Стоиногло получил и в Гагаосской автономии, откуда он родом. Здесь за него проголосовало 5600 избирателей или 35%. Кандидата от ПДС Майсанду в автономии поддержали более 4000 человек или 25%. Жители Левобережья Днестра также отдали предпочтение Стоиногло. Здесь он набрал 34,41% голосов против 24,21% поддержку действующего президента. Далее следует Ирина Влах, 15,7% и Виктория Фортуны, почти 8%. Слабые результаты у Майсанду и в других населенных пунктах. Даже жители Фалешского района, откуда она родом, больше не хотят видеть Санду на посту президента. Здесь она заняла третье место, набрав 7,5 тысяч голосов или 23%. В то же время кандидат от ПДС одержала победу на избирательных участках за рубежом и в муниципе Кишинев. Свыше 70 и более 48% голосов соответственно. На первом месте Санду оказалась в 20 районах, главным образом в центре страны. Таким образом диаспора снова решает, как жить гражданам и кто должен быть президентом Республики Молдова. После обработки протоколов в стране у Майсанду и Александра Станиногла был почти равный результат. 30 и 35% соответственно. После поступления информации из-за границы отрыв Майсанду увеличился на 10%. Согласно кодексу о выборах, в случае если ни один из кандидатов не набирает 50% плюс один голос, проводится второй тур с участием тех, кто занял первые два места. Второй тур состоится через две недели после первого. То есть 3 ноября 2024 года. Молдова сказала «нет» на конституционном референдуме. В стране был зафиксирован разгромный счет против изменения Конституции. Только в 8 районах избиратели ответили «да», в 24 проголосовали «против». На это указывают данные Центральной избирательной комиссии. Однако на предварительный результат плебисцита повлияло голосование за рубежом. На последней стометровке ответов «да» стало больше. Референдум с отрицательным ответом на родине и положительным за ее пределами прошел с перевесом всего в 0,39%. Согласно предварительным данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, 746 032 молдаванина, 50,24% ответили на плебисците «да» и 734 571, 49,76% сказали «нет». Так проголосовали граждане в Бричанском, Окницком, Дандюшанском, Единицком, Рыжканском, Дрокиевском, Сорокском, Гладянском, Бельском, а также в южных районах, Каушанах, Штефанводе, Чемишли, Лиова, Кагуле, как и в Гагаузии и Левобережье Днестра. За рубежом более 77% избирателей ответили «да» на референдуме. Хотя работа двух избирательных участков в Российской Федерации была продлена на два часа, не все граждане Молдовы, пришедшие, чтобы проголосовать, смогли это сделать. В 11 вечера там все еще было много наших сограждан, приехавших из разных уголков России. Избиратели, возмущенные действиями молдавских властей, грубо нарушивших их конституционное право, категорически отказались расходиться. Эта запись была снята за 15 минут до закрытия избирательных участков. В тот момент, когда избирательные участки закрылись перед стоящими на улице людьми, недовольство не проголосовавших граждан еще больше возросло. Мы же не люди 2-го стопа, да? А что 2-го стопа, от 7 до 11 вечера? Преп, СЭБОТЕ! Преп, СЭБОТЕ! Преп, СЭБОТЕ! Преп, СЭБОТЕ! Преп, СЭБОТЕ! Преп, СЭБОТЕ! Огромные очереди не уменьшались в течение всего дня 20 октября перед посольством Республики Молдова в Москве. Молдаване, живущие в Российской Федерации, рассказывали, что проехали огромное расстояние, оставили детей и работу, чтобы проголосовать на президентских выборах и референдуме. Люди говорили, что они недовольны и оскорблены действиями молдавской власти, которая не обеспечила им справедливые условия для голосования. Это очень жаль, потому что, я знаю, многие не смогли оставить свои семьи и приехать. Мы очень надеялись, что у нас в Курске, так как у нас очень много, мы там очень дружные, и мы бы хотели, чтобы открыли у нас Курский участок. Нам обидно, что не стали открывать у нас Курский тоже участок. Поэтому мы уже собрались, нам помогли собраться приехать. Было бы пять, народ бы не стоял так, хоть по окраине Москвы. Конечно, неудобно. Мы оставили работу, маленького ребеночка оставила, полтора годика. И вот прилетели быстро туда-сюда с мужем. На президентских выборах и конституционном референдуме 20 октября в Российской Федерации было открыто всего два избирательных участка. Решение было принято Центр-Избиркомом после того, как МИД Молдовы сообщил о невозможности материально-технического обеспечения работы избирательных участков еще в трех населенных пунктах. Диаспора в России выразила недовольство этим решением и неоднократно требовала открыть еще несколько участков. Оппозиционные политики и ряд экспертов назвали это решение неоправданным, ограничивающим избирательное право диаспоры в этой стране. Они обратили внимание, что на платформе онлайн-регистрации избирателей больше всего зарегистрировались молдавские граждане, находящиеся в Российской Федерации. Более 8200 человек. Хотя, согласно Кодексу о выборах, число зарегистрированных граждан является важным фактором при определении количества избирательных участков. Но власти Молдовы проигнорировали это условие, а также тот факт, что по разным оценкам на территории России проживают от 400 тысяч до 500 тысяч молдаван. Президентские выборы и конституционный референдум признаны состоявшимися. В голосовании приняли участие 1 562 238 граждан, что означает явку в 51,67% из общего списка избирателей. Наибольшая явка отмечена в Дандюшанском районе – 51%. Самыми пассивными оказались жители Бессарабского района. Там к избирательным урнам пришли 39% граждан с правом голоса. Это около 9 тысяч человек из более 23 тысяч, включенных в списки. Большую активность проявили избиратели в возрасте 36-45 лет и 56-65 лет. Такие данные представила Центральная избирательная комиссия, объявляя предварительные результаты. Вместе с тем глава ЦИК Анжелика Караман отметила, что в ходе голосования были зарегистрированы и 146 случаев нарушений. Мы говорили на протяжении вчерашнего дня об инцидентах, о которых нам сообщали. Я имею в виду фотографирование избирательных бюллетеней, их порчу, вынос избирательных бюллетеней из избирательных участков, запрещенную агитацию, неавторизированное размещение агитационных материалов, организованный подвоз избирателей, обоснованные подозрения в подкупе избирателей, нарушения права на голосование. Все эти случаи будут подробно отражены в отчете Центральной избирательной комиссии, который мы направим в Конституционный суд. В Кишиневе в выборах приняли участие 358 632 избирателя. В референдуме примерно на 10 тысяч меньше. Большинство из них ответили на плебисците «да». В Центре избиркоме уточнили, что в течение 48 часов после закрытия избирательных участков окружные бюро направят в ЦИК протоколы с результатами голосования. После их обработки будут представлены итоговые результаты выборов президента страны и конституционного референдума. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин